Здравствуйте, ребята! Меня зовут Автандил Арстамбекович. Я учитель русского языка. У вас я буду вести телеуроки по русскому языку как второму. Сегодня на уроке. Подумаем, зачем изучать русский язык? Что это принесет нам в будущем? Познакомимся с учебником для пятого класса. Вы узнаете, какие темы мы будем изучать в первой четверти. Выясним, что еще кроме учебника может помочь вам в изучении русского языка. Поймете, как работать самостоятельно. Поговорим о лете и летних каникулах. Ребята, у меня к вам вопрос. Попробуйте ответить. Зачем мне этот предмет? Почему я должен изучать русский язык? Что мне принесет это в будущем? Ну как, ответили? Послушайте, ребята, как ответили на эти вопросы другие ребята. Буду лучше понимать значение слов в компьютерных играх, любимых книгах, фильмах. Хочу научиться правильно говорить и грамотно писать, потому что без этого я не смогу общаться с друзьями с социальных сетей. Ребята подумают, что я неграмотная. Я в будущем хочу стать успешным бизнесменом, а для этого надо хорошо знать русский язык. Буду лучше понимать, как работать с компьютером и смартфоном. С помощью русского языка я узнаю много нового и интересного для себя. А мне нравится, как звучит этот замечательный язык. Вот поэтому я хочу изучать его. Вот вы услышали ответы других ребят. Подумайте, а какой ответ вы бы дали? А сейчас познакомимся с учебником русского языка за пятый класс. Ребята, возьмите в руки учебник русского языка. В самом начале, когда откроем учебник, мы видим условные обозначения. Эти значки подскажут нам, как употреблять слова, как работать над произношением и интонацией, укажут нам, какие слова запомнить, как применять эти слова в общении, читать и понимать текст, напомнят о повторении слов. Откройте следующую страницу. К вам обращаются авторы этого учебника. Давайте послушаем их. В этом году ты будешь творчески исследовать некоторые явления русского языка и самостоятельно делать выводы. Научишься применять правила употребления языковых средств речи, грамотно говорить и писать по-русски. А задания в учебнике помогут тебе закрепить полученные навыки. Успехов! Ребята, обратите внимание на фразу «научишься применять правила в речи», «научишься говорить и писать по-русски». Это важно. Почему это важно? А важно потому, что изучение русского языка – это не просто теория. то, что вам учитель расскажет о русском языке, а то, что вы сами всё узнаете, будете использовать в будущем. Главное – это практическая ценность материала, который есть в учебнике. Теперь, ребята, давайте поговорим о темах, которые мы пройдём в первые четверти. Уроки русского языка будут выходить один раз в неделю. Поэтому мы рассмотрим не все темы в телеуроках. Какие темы мы изучим? «Язык – окно в мир». «Наши родители». «В лесу». Лёша – фантазёр. Учительница – первая моя. Урок русского языка. Что мы узнаем на этих занятиях? На этих занятиях мы познакомимся с русской интонацией. Научимся правильно произносить фразы так, чтобы они звучали по-русски. Вспомним, какие согласные называются глухими и звонкими. Научимся писать глухие и звонкие согласные в слове. Узнаем, что такое корень, окончание, суффикс и приставка. Узнаем новые слова. Вот примерно такие темы мы изучим с вами на уроках первой четверти. Но, кроме учебника, есть рабочая тетрадь по русскому языку для пятых классов. Это учебное пособие поможет вам закрепить изученный материал. Поможет найти интересные задания по разным темам. И сочетаются с заданиями из учебника по русскому языку. А еще есть интернет-ресурсы. Я выбрал для вас те, которым можно доверять. На них вы найдете дополнительную информацию. И еще много интересного и занимательного о русском языке. Конечно, это не все интернет-ресурсы, а только некоторые. Теперь я хотел бы поговорить о вашей самостоятельной работе. Первое. Вы смотрите телеурок. Второе. Выполняете задания. Третье. Пополняете свое портфолио. Кстати, что такое портфолио? Портфолио – это такая папка, в которой хранятся ваши работы по русскому языку. Там могут быть и фотографии, и рисунки, и письменные работы. Там могут быть интересные рассказики. Или важная для вас информация. Таблицы по грамматике русского языка. Портфолио показывает, как вы продвигаетесь в русском языке. С чем вы при этом работаете? Оно может быть и в вашем компьютере, как отдельная папка. Попросите учителя показать вам, как эта папка должна выглядеть. Ребята, учебный год уже начался. И мы с вами сегодня уже встретились на первом уроке. Но я думаю, что ваши летние впечатления еще очень яркие. Давайте поговорим о летних каникулах. Выполните задание. Выберите слова, которые нужны для рассказа о летних каникулах. Любимая. Памятник. Солнышко. Отдыхали. Теплое. Стыдно. Экскурсии. Соскучился. Лето. Победить. Погода. Рассердиться. Летом. Иссыкуль. Чистое. Обижаться. Интересное. Выбрали? А теперь проверим с моим ответом. Посмотрите на слайд. Мы выбрали. Видите? Любимая. Солнышко. Отдыхали. Теплое. Экскурсии. Соскучился. Лето. Погода. Летом. Иссыкуль. Чистое. Интересные. Остальные слова не входят. Если наши ответы совпали, то вы молодцы. А теперь предлагаю следующее задание. Где в предложение нужно вставить пропущенные слова и справок? Вы видите, ребята? Хорошо. Ну как? подобрали нужные слова? Сейчас проверим с моим ответом. Лето. Мое любимое время года. Погода теплая и светит солнышко. Этим летом мы всей семьей отдыхали на озере Исыкуль. Оно всегда было теплое и чистое. Особенно мне понравились экскурсии. Они были очень интересные. Тяжело прощаться с летом, но я очень соскучился по своему школьному учителю. Очень хорошо, если у вас все верно. А вот следующее задание, чуть посложнее. Ребята, четыре предложения из текста, которые вы читали, рассыпались на слова. Эти слова вы видите на экране. Попробуйте из них собрать предложения. Напоминаю, их было четыре. Мое года и этим всей на оно теплое любимое погода светит летом семьей озере. Всегда. И лето. Время. Теплое. Солнышко. Мы отдыхали. Исыкуль было чистое. Справились или не справились? А вот мой вариант. Давайте сравним. Лето – мое любимое время года. Погода теплое. И светит солнышко. Этим летом мы всей семьей отдыхали на озере Исыкуль. Оно всегда было теплое и чистое. Ребята, это задание было сложное. Понимаю. Но я думаю, что вы справились с ним. Следующее задание. Чуть полегче. Это работа с диалогом. Вы должны поставить диалог в нужном порядке. Попробуйте. Продолжение следует. А вот и ответ. Сверимся? Здравствуй, Баккыт. Здравствуй, Саша. Где ты так загорел? На Исыкуле. Я отдыхал в летнем лагере «Солнышко». Я знаю этот лагерь. Я отдыхал там в прошлом году с Анарой и с Наташей. Нам очень понравилось. Правда, Анара? Да. Да. Там очень интересно. Мы много купались, загорали. Если вы правильно выполнили все задания, то вы молодцы. А теперь в виде бонуса предлагаю игру. Найдите шесть слов на тему «Лето». Ребята, вы нашли ответ? Если вы нашли эти слова, то вы молодцы. Ответы. Июнь. Жарко. Фрукты. Июль. Август. Цветы. Ребята, если вам понравилась такая игра, то я приготовил для вас еще одну. Сейчас вы увидите ее на экране. Сфотографируйте. И после урока постарайтесь найти там десять слов по теме «Лето». Итак, давайте подведем итоги нашего урока. Мы обсудили, зачем изучать русский язык, что это принесет нам в будущем. Познакомились с учебником для пятого класса. Узнали, какие темы мы будем изучать в первой четверти. Вы узнали, что еще, кроме учебника, может помочь вам в изучении русского языка. Поняли, как работать самостоятельно. И поговорили о лете и летних каникулах. Да. И еще, ребята. До следующего занятия я попрошу вас написать три дела, которые вы будете делать, чтобы знать русский язык хорошо. И когда напишите, вложите этот листок в свое портфолио. На сегодня все. С вами был Автодел Арстамбекович. До свидания.